На курорте отмечена позитивная динамика в отношении малого и среднего предпринимательства. Только за последний год зарегистрировано 1100 новых субъектов. Для успешной работы любой сферы бизнеса необходима финансовая поддержка. В Сочи действует соответствующая муниципальная программа – источники финансирования, федеральный, краевой и местный бюджеты. За прошлый год была оказана поддержка 34 предпринимателям в виде субсидий на общую сумму около 18 миллионов рублей. В крае принимаются и дополнительные меры помощи начинающим бизнесменам. Губернатором Кубани, Вениамин Ивановичем Кондратьевым, администрацией города во главе с Анатолием Николаевичем Пахомовым будут предприниматься определенные механизмы, чтобы мы все могли пройти этот очень жесткий период в нашей стране. В Краснодарском крае созданы две некоммерческие организации. Это гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства, который будет выступать, обращаю внимание, поручителям по банковским кредитам. Второе, что сделано, это фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Его основным видом деятельности является предоставление займов нашему малому бизнесу в сумме до 1 миллиона рублей сроком на три года. Представители этих двух некоммерческих организаций подробно рассказали предпринимателям о льготных процентных ставках по займам от 6% годовых и условиях их предоставления. Еще одной темой обсуждения стала возможность реализации товаров фермеров-любителей. По поручению главы Сочи во всех районах появятся специальные торговые площадки. Рассматриваются предложения на размещение небольших лотков, киосков и павильонов, выполненных в едином архитектурном стиле, для того, чтобы сочинцы могли продавать фрукты и овощи, выращенные на своих грядках. Все это уже обсуждалось на подобных встречах в Лазаревском, Адлерском и Хостинском районах. Полезную информацию получили не только предприниматели. Такой открытый диалог в центре Сочи позволил найти работу соискателя. Две сочинки получили вакансии секретаря и повара прямо на встрече. Здесь же прозвучала мысль, что одна из проблем трудоустройства в Сочи – привычка предпринимателей искать потенциальных сотрудников не через официальные базы, а по рекомендациям. Стараюсь как-то находить по знакомству, по рекомендации. Объявления стараюсь не давать. Очень большой наплыв людей, приезжих, я так считаю, которые только на 2-3 месяца. Елене Мироновой, как и многим другим предпринимателям, нужен постоянный работник. Опыт работы приветствуется, но и начинающим специалистам всегда готовы помочь освоиться в профессии. Кстати, совершенно бесплатно повысить квалификацию или переобучиться по-прежнему можно и в центре занятости населения. Такой услугой уже воспользовались многие сочинцы. Сейчас в активном поиске работы находится всего около тысячи человек, что свидетельствует о низком уровне безработицы на курорте.